Русский язык Русский язык Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Знаете ли вы русский язык, так как вы должны его знать, живя в России? Наверняка не знаете. Я всегда думал, что я неплохо владею русским языком. Но это не точно. Но недавно выяснилось, что я тоже необразованный и малограмотный. Как я это узнал? А очень просто. В мои загребущие лапы попала вот такая вот книжица. Видите? Вот она. Это справочник по правописанию и пунктуации для работников печати. Выпущенный в 49-м году Гизлек Промом. И обнаружил я в этом справочнике очень интересную штуку. Оказывается, при написании буквы Ё следует разделять слова ЕЩЁ и ЕЩЁ. Читаю. Следует заметить различия между наречием ЕЩЁ в значении больше. Закрой дверь ещё плотней, дай ещё хлеба, ещё раз повтори и другие. И безударной частицы ЕЩЁ. Ты ещё мал для этого. Книгу я не успел ещё прочитать. Всё ещё не расцветает и т.д. Вот такие вот нюансы живого великорусского языка. Наконец-то вы узнали правду. Кстати, сегодня воскресенье, впереди длинная неделя карантина, длинная неделя выходных. И я хочу попробовать, хватит ли у меня сил на неделю ежедневных влогов. Как-то года полтора-два назад камчатские блогеры бросили друг дружке вызов на месяц ежедневных влогов. И, насколько я помню, из, по-моему, восьми человек, участвовавших в этом, как сейчас модно говорить, челлендже, то есть вызове. До победного конца дошли всего двое. Влогер Саша Петровец и ваш покорный слуга. Ну а теперь я решил попробовать, осилю ли я неделю ежедневных влогов. И первым воскресным влогом станет поездка в столицу Камчатского края. В город-герой Петропавловск на Камчатке. Кстати, ночью, в ночь, субботы на воскресенье, наконец-то выпал снег. Сейчас заведу автоматический мобиль и пойду чистить. Взх, бежж... Взх, бежж... Взх, бежж... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть на неразрезных мостах. Поэтому, какие бы дыры не появлялись в асфальте, какие бы выбоины не появлялись, мостовому автоматическому мобилю они не страшны. Там, где мобиль с независимую подвескою имеет все шансы, прямо на ходу, угодимший колесом в ямку этого самого колеса, лишиться мостовому автоматическому мобилю хоть бы хны. Вот посмотрите, я еду по улице Пограничной, и вот этот асфальт, если это можно назвать асфальтом, был уложен совсем недавно. Где-то он более-менее, где-то с 10-сантиметровыми ямами, выбоинами и колдобинами. Да вот, если вы внимательно глянете, вы увидите, в каком он состоянии. Подъезжаю к Старому рынку. Передо мною впереди дом Байта Камчатка. И скоро поездка в эту сторону на автоматическом мобиле закончится. С остановки, называющейся Сапун-горою, прогуляться пешком до Дома офицеров флота, ныне, располагающегося на площади Щедрина. Почему нет? Ну и заодно покажу вам южную часть Петропавловска. Увы, таймлапсов сегодня не будет. Я ухитрился где-то выронить из кармана крепош для Тель-Афона. Поэтому обойдетесь без сайтрафферной съемки. Вот это вид Сапун-горы в сторону 12-го магазина. Пять белых сталинок, построенных в начале 50-х годов века минувшего. На КП я сел на автобус и доехал до Сапун-горы, чтобы оттуда двинуться вниз в сторону центра города. Вот это вид на ТЭЦ-1, на судоверфь. Полюбуйтесь пока видами Петропавловска. А я напомню, что я уже не раз говорил в своем видеодневничке, что сейчас я занимаюсь составлением антологии с названием «Стихи о Камчатке». В эту антологию войдут стихи как заезжих поэтов, так и местных стихослагателей, как профессиональных, так и самодеятельных. И чтобы вам было радостно и приятно, я вам сейчас прочитаю одно стихотворение. Стихотворение Эмиля Аркадьевича «Куни. Мой край». Край земли, где на скалах родятся циклоны, Распускаются бурные розы ветров, Каменяют березы на обрывистых склонах, Словно жены, в моря проводив рыбаков. Край России забытой, замытой дождями, Заметенной и в мае снегами до крыш, Ты сердца сыновей приковал якорями, И в ненастье для них маяками горишь. С пирамидами сопок, в осколках болотец, С тундрой белой и ровной, как чайный поднос, Мне тебя преподнес, прадед землепроходец, Завещая хранить, любить, преподнес. По горстям я оттаивал тучную просень, И теперь в наших песнях поется о том, Как ты ожил, в цветенье своем плодоносишь, По эпохе одетой в гранит и бетон. И среди земляков, у кого ни спроси, Несогласным и с картой ответят, хоть и режь. Те, кого одарила почетом Россия, Занимают по счету передний рубеж. Эмиль Архадьевич Куни был одним из трех Лучших камчатских стихослагателей. Ну а мы продолжим разглядывание Южной части Петропавловска. Мы сейчас находимся, если вы видите, На Красной Сопке, На Развилке, ведущей на улицу Рябиковскую. Почему я делаю такое ударение? Потому что это правильное ударение. Этот топоним образован от фамилии Рябикова. Был такой тигильский телеграфист, Впоследствии ставший краснобандитом. И в большевистское время Его имя было увековечено Во многих населенных пунктах Камчатки. Обратите внимание на архитектурную убогость Петропавловска. Да вы сами все знаете лучше меня. Это обусловлено и субъективными, и объективными причинами. К причинам объективным Можно отнести то, что Петропавловск, к сожалению, Застраивался в послевоенное время Без всяких нормальных генеральных схем, Потому как единственная нормальная схема 1938 года не состоялась. Из-за Великой Отечественной войны. И архитекторы, которые приезжали сюда, Тоже, к большому сожалению, не могли самореализоваться. Я видел проекты, Наверное, лучшего камчатского архитектора Эдуарда Семеновича Тавровского. Это очень красивые проекты. Я когда-нибудь о них расскажу. Но их не дали воплотить. Потому что должность архитектора Была должностью подчиненной властям. Он должен был брать под козырек И перед большевистскими властями, И перед советскими властями, И перед военными, которые Очень долго были на Камчатке Фактическими хозяевами. А мы тем временем Уже плавно дошагали До спуска от Красной Сопки, От мостовой развязки К Въезду В морской торговый порт. И сейчас мы потихонечку Двинемся Вниз. Ограничение скорости Предупреждение, что скоро будет Светофор Бывший элеватор Теперь частный комбикормовый завод Вроде бы частный, если я не путаю А тем временем Солнце уже клонится К закату Тротуар Прочищен очень плохо На нем снег и грязь Ну что, пошли вниз Вот оно, закатное солнце Вот краны морского торгового порта Да Видите, налево поворот В морпорт Прямо на улицу Ленина Между прочим В Петропавловске Нету улицы Ленина И никогда не было Улица в центре Называется Ленинской Это Надо сказать Совершенно разные названия Совершенно разные названия Глядит Даже в закрытом состоянии Совсем немного осталось До входа в музей боевые славы Вот он Этот самый музей Со старинным якорем у входа Интересный факт Музей был построен Военными моряками В конце 50-х годов Когда Адмирал Щедрин Командовал Камчатской флотилией Проект музея сделал Обычный Военный моряк Офицер И до Недавнего времени Этот музей Не числился Нигде И земля под него Никогда не выделялась Несколько лет назад Все-таки Музей, который был Ничейным После Распада Камчатской военной флотилии Был передан Введение Города Пулеметы Зенитные установки Пушки в снегу Все это Территория Музея боевой славы Над которым Вьется Вот вы видите Гордой Андреевской Стяг А вот мы на площади Имени адмирала Щедрина И видим Дом офицеров флота Одно из самых красивых Зданий Петропавловска На моем канале Вы можете найти Ролик ТОП 5 лучших Зданий Петропавловска Дом офицеров флота Сейчас тоже закрыт И так как он В аварийном состоянии И находится Кстати Отвлекусь сразу Эта улица Наверх ведущая Раньше Называлась Горной И переименована Она была В 50-е годы А перед нами Сейчас дом советов Строительство которого Было начато В 41-м году А наверху Вот Справа вверху Мы видели Памятник Торпедный Катер Как-то я сбивчиво Все Рассказываю И нам осталось Не так Много гулять Почему я знаю Это Потому что Рассказываю я Все это Уже сидя дома В уютном кресле Вот краны Морского торгового порта А за ними Огромная Прекрасная Авачинская губа Это дворянское гнездо Элитный дом Построенный в начале 80-х годов Века минувшего Ветер очень сильный Солнце зашло Стало холодать И пора Садиться в автобус И уезжать К автоматическому мобилю Комментируем Над столицей Камчатского края, городом воинской славы Петропавловском-Камчатским, взошло солнце. И, как было написано, в титре одного из фильмов некрореалиста Евгения Юфита вскоре похолодало. Ну и у меня закончился аккумулятор в видеокамере. Поэтому я, дойдя с Сапун-горы до здания администрации Петропавловского городского округа, решил закончить свою вечернюю прогулку первого дня, недели ежедневных влогов и вернуться домой. Поэтому я сел в автобус и доехал до КП, где стоял и грустно ждал меня автоматический мобиль. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам понравилось в рамках влога прогуляться со мною по югу Петропавловска. А если не понравилось, ставьте дизлайки. Это не мои проблемы, это ваши проблемы. Пишите комментарии. А если вы впервые на моем канале, то обратите внимание на правый нижний угол экрана. Вот эта подсказка рассказала вам, что нужно сделать. Если вы это сделали, и кнопочка из красной стала светло-серой, значит, вы на верном пути, и значит, вы не будете пропускать новые видео на моем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok